Как проверяют фальшивые деньги, какое оборудование определяет наркотик, каким образом кибертехнологии помогают установить преступника. Все это можно было узнать в ходе познавательной экскурсии к пинским экспертам-криминалистам. Кто воспользовался такой возможностью, расскажет Владимир Городнюк. Совсем недавно сотрудники Пинского межрайотдела судебных экспертиз получили в эксплуатацию новое здание, переехали в него, справили новоселье. И сейчас в процессе службы находят время приятному, а именно принимают гостей, в данном случае молодежь, подростков, которым не безинтересно знать, что такое за профессия эксперта-криминалиста и как вообще ведется эта служба. Группа старшеклассников из Стытычевской средней школы стала второй по счету, кто уже посещает экспертов-криминалистов на новом месте со знакомительным визитом. До этого в гостях здесь побывала пинская молодежь. Профориентация – одна из главных целей такого мероприятия и добиться ее поможет увлекательно-познавательное знакомство с деятельностью правоохранительного гусоргана. Его начинка – спецоборудование. Школьники, к примеру, узнали, что хроматомассоспектрометр подскажет криминалистам, какой наркотик находится у них на исследовании и для чего среди разной техники и устройств нужны высокоточные весы. Точность взвешивания на этих весах до четвертого знака после запятой. По наркотикам, чтобы вы понимали, более строгая ответственность наступает при каких-то операциях с наркотиками, вес которых составляет крупный размер. По определенным видам наркотиков крупным размером является более, условно говоря, грамма, более полуграмма. 0,02 грамма – это уже фактически статья, минимум 5 лет. Дмитрий Левкович провел ребят по нескольким лабораториям отдела, и о каждой было что рассказать. Увидели, каким образом проверяют подлинность денежных купюр, документов, ознакомились и с деятельностью сотрудников отдела в сфере IT-технологий, где сегодня происходит масса преступлений. Марьяна у нас одна из участниц экскурсии. Хочется поинтересоваться, Марьяна, а что было интересного-то? Много чего интересного. Нас водили в разные лаборатории – химические, трассологические, лаборатории, где сверяли почерки. В целом, ее, говорит Марьяна, как и других ребят, профессия, с которой их знакомили, впечатлила. Понравилась и тем, что это не рутинная или однообразная служба. Не каждый день какие-то бумажки одни и те же. Каждый раз что-то новое. Мне с другом понравилось пройти IT-сферу. То, что по компьютеру можно найти человека, узнать информацию. Больше всего, наверное, следует отправить детей сюда на экскурсию, потому что это дает им более разносторонний взгляд на этот отдел исследований, потому что мало кто знает тонкости этой всей работы. Дмитрий Левкович надеется, что почти час знакомства с работой отдела и его сотрудниками для ребят из Стытычево прошел совсем не зря. Возможно, кто-то из них задумается стать в будущем экспертом-криминалистом. Рассказали об условиях работы, чем мы занимаемся, куда поступать, как учиться и что нужно делать для того, чтобы к нам попасть на работу. В принципе, вызвало неподдельный интерес. Открытые двери в Пинском межрайонном отделе судебных экспертиз будут для других экскурсионных групп из числа молодежи. Продолжение следует...